Значит, так и запишем. Борзый стал наперсточником. Не ожидал такого отчестного гоп-стопщика. Товарищ начальник, там всё по чесноку было. Я никого не заставлял с собой играть. Борзый, я уже взрослый, чтоб верить в сказки. Да и сказочник ты хреновый. Да вы чё, товарищ начальник, хотите сами со мной сыграть и увидите, что всё реально? Ты кого решил развести меня? А ну-ка давай. Ага, итак, где у нас шарик, где у нас шарик, где у нас шарик? Вот у нас шарик. Итак, кручу, кручу, верчу, запутать хочу, кручу, верчу, запутать хочу. Где шарик? Понятно где. Тут очки он. Опа! Ну вот видите, товарищ начальник, всё по-честному. А денежку поставили, уже бы в плюсе были. Так, ты мне это брось. Хотя жена сапоги хотела. Ладно, давай, один разочек. Итак, где у нас шарик? Шарик здесь, шарик у нас кто? Шарик-ла, 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 шарик-ла. Где? А? Где, 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 где? Так всё, на трусы играть не буду, пошёл вон. Э, повежливей, с органами правопорядка, я и штрафовать могу. Оштрафовать? Борзый, да я тебе сейчас так оштраф... Да где жена? Её ищешь? Ну все, бывай здоровый. Роденыш. Так. Да блин. Да что ж такое-то, а? Сейчас. Крыныть, ты вообще охренел что ли, а? Товарищ полковник, я не, то есть я как бы, ну... Вокзальный бомж тебе, товарищ, ты понял меня? Понял. Ты что, еще и в отделение решил, в наперстке игре? Да что, значит, еще и я только в отделении, я же не по подвороте. А кто три часа назад обыграл граждан возле вокзала? Я что ли, а? Товарищ полковник, да как я мог обыграть, если я находился здесь? Ты думаешь, я вообще идиот, что ли? А кто на вокзале? Кричал, ментам все можно. Я зарабатываю на реформу. Размахивал свои ксивы. Товарищ полковник, да ничем не размахивал. Значит так. Постовой сказал, что ты выиграл две штуки баксов. Схема не менялась. Полторушку, чтоб занесся мне. Это понятно? Товарищ полковник, да где же я возьму эту панель? Это понятно? Понятно, понятно. И видео из Ютуба. Вытри, придурок. Саечка за испух. А? Я понял, понял. Вот так-то, идиоты. Черт. Какое еще видео из Ютуба? Черт, я хочу, там и играю. Ментам все можно. Слышь, ты журналюга, сюда смотри. Я леченант, кляненься. Запомни, кляненься. Как это удалить? Как это удалить? Елки-палки. Саня, ну где ты ходишь? Мы на сколько договаривались? Ну, блин, извини, Петрович. Мы маникюр делали. Что делали? Маникюр. Вон. Твою. Ты что, жену на рыбалку взял? Ну, блин, присыпилась ко мне, как банный лист. Хочу с тобой на рыбалку, хочу с тобой на рыбалку. Саня, а ты не можешь встать утром тихонечко и в окно вылезти. Я всегда так делаю. Петрович, я тебе напоминаю, это ты живешь на первом этаже. Я живу на восьмом. Тем более, это меня к кровати привязало. Я прошу прощения за опоздание, но красота требует жертв. Женщина должна быть красива и дома, и на работе, и на рыбалке. Ну что, мужчинки, начнем? Начнем. Так. Вроде уснула. Саш, намажь мне спинку? Да, да, сейчас намажу, сейчас, секундочку. Слушай, Саня, это какой-то ужас. Ну, час уже здесь сидим, я выпить не могу. Слушай, давай ее сюда в ведро перельем, и будем потихоньку наваливать. Давай, Викусь, намажу тебя. Давай, давай. Вот, вот так еще. Ага, во-во-во, вот так. Саша. Да, да, да. Ага. Ну, за нас. Клюет, 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 смотрите, клюет, клюет. Ну, Саша, ну что ты сидишь? Давай, доставай, это уйдет. Да угомонись ты, здесь нет рыбы, это пляж. Мы сюда с Петровичем специально ходим, чтобы пить, а ты нам не даешь. Пить? Да, если не веришь, сама вон, убедись, доставай, и увидишь, что там нет никакой рыбы. Ну, Влади, Влади, рыбка. Саня, блин, мы сюда два года ходим, ни разу ничего не поймали. Это значит, что я хартовая. Я всегда теперь буду с вами на рыбалку ходить. Что? Я рыбачка, я рыбачка, я рыбачка, я рыбачка. Ты заходи, не мазь здесь менту. Давай, давай. Здорово. Здравствуйте, чем могу вам помочь? Слышь, красопеда, тут вопрос есть к тебе есть, короче. Ты же в медицине волочешь. Волоку? Ага, волочешь. Волочешь. Короче, такая тема. Вот если, когда бежишь, вот тут вот колет, это что значит? Вы спортсмены? Ага, какие нахрен спортсмены? Мы ни одного ботана на районе догнать не можем. И мобилы у него отжать. Да ладно, тихо. Спортсмены. И у нас именно эти показатели падают. Ага, падают. Знаете, я не врач, но могу предположить, что это печень. Печень? Блин, я тебе говорил, пивас паленый, ё-моё. Да не, Крулый, походу это из этих семах, которые мы жрем постоянно. Ты что, огонишь? Семки это вообще натуральный продукт. Ну да. Скажите, а вот если там, ну типа присел такой и резко встаешь, и так голова начинает кружиться. И звезды такие, шарики разные цветные. А, это давление. Давайте померяем. Давление, понял. Это походу как у моей бабушки. Готовься борзый, скоро у тебя на дождь ногу крутить будет. Не надо меньше мерить. А есть таблетки от этой фигни? Да, таблетки, да. Ну вы знаете, вам нужно пройти курс лечения. Вот вам вот эти таблеточки, а вам вот эти. И во время курса лечения никакого пиваса. Чё? Неделю без пиваса? А можно я сразу все таблетки съем за один раз, чтобы быстрее подействовало? Нет, нет, нужно принимать таблетки, как написано в инструкции. Ладно, борзый, давай по инструкции. По инструкции, спасибо. Всё, спасибо, красопета, давай. А деньги? Какие деньги? Это по программе помощь малоимущим. Ты же давала Гиппократу клятву. Ага, если не подействует, мы вернёмся, поняла? Ну, мы знаем, где ты работаешь. О, здесь она, заходи. Ага, здорово. Что, не помогло? Так, помогло, всё в порядке. Смотри, какие мы с борзым бодрячки, а? Я сейчас любого ботана могу на районе догнать, забрать мобилу, побежать в ломбард, идти ему ещё на голову валять, и никакой отдышки, и ни голова не кружится. Так что ты, короче, вообще молодца. Спасибо. Мы с борзым решили тебя именно отблагодарить. Да. Вот это вот тебе мобила. А, только там зарядки нету, ну а так он почти новый. Ну, экран поменяешь, и всё, карточку вставила и звони. А, и ещё, если кто-то на районе будет прессовать, ты сразу говори, что ты тусуешься с горзым и с круглым. Всё, они сразу отстанут. Поняла? Да. А, и ещё. Дай руку. Короче, ты нам нравишься, малая. Ну всё, давай, пошли. Там есть кто-то обижать будет, да? Да, по-дам, в курсе. Ну, да. Классная тёлка. Ой. Виктория Сергеевна, приятного аппетита. Тише. Тише. Детки спят. Виктория Сергеевна, у меня там свиданка с одной мамашей организовалась. Мне бы ребёночка на часок. Так, всё. Никаких детей. Вот эти ваши сайты знакомств до добра не доведут. Ну... Виктория Сергеевна, ну, я же не бесплатно. И кроме того, я всегда вовремя возвращаю. Вы знаете. Вы знаете, после последнего вашего свидания у нас ребёнка обсыпало. Ну, откуда я знал, что у него аллергия на суши? Вы бы предупреждали, какие-то бирки вешали. А лучше, знаете что, дайте мне ребёночка без аллергии и желательно девочку. Знаете что? У нас тут, что вам, магазин какой-то? Сколько? Как обычно. И шоколадка. Будет вами шоколадка. Как зовут? Сколько зовут? Сейчас узнаю, кто не спит. Да. И пообаятельней там. Ой! Значит так, запоминайте. Зовут Машенька. Машенька. Четыре годика. Четыре годика. Машенька, четыре годика. Виктория Сергеевна, я если буду продлевать, я наберу. Хорошо. Только не опаздывайте. Её мама забирает всё время ровно в пять. Пять. Хорошо. Машенька, четыре годика. Машенька, давай быстрей. А то шоколадка пропадёт. Давай, 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 давай. Так, пусти. Ой, ну что вы уцепились. Виктория Сергеевна, ну объясните ей, что ты не мой ребёнок. Тихо, тихо, дети ещё спят. Объясните этой женщине, что ты не мой ребёнок. Ничего не говорите. Я понимаю, многие мужчины стесняются. Но отец-одиночка, это прекрасно, да? Да никакой они отец-одиночка. У меня вообще детей не было. Не переживайте, будут. Доверьтесь мне, доверьтесь. А я вас предупреждала. Вот эти вот сайты знакомых до добра не доведут. Ладно. Кстати, а где Машенька? Сейчас. 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 Ой, ой. На троих. Вик, ты дома? А есть что пожрать? Быстро и прячься. Блин, голодный капец. Прячься быстрее. Сожрал бы кого-нибудь. Ты что, так медленно одеваешься? А где котлеты? Как черепах. Блин, ну с утра же еще были эти котлеты такие вкусные. Это что еще за явление Христа народу? Егорушка, это знаешь кто? Кто? Он лунатик. Какой еще лунатик? Слышь ты, ты что меня тут впариваешь? Сейчас я проломлю голову этому лунатику. Пожалуйста, не надо, пожалуйста, не надо. Почему это не надо? Ты что, любишь его, да? Нет, потому что лунатиков будить нельзя. Что? Они могут умереть. То есть он реально лунатик? Да. И он сейчас спит? Конечно. Вот видишь. На лунатик он. Ладно, последний, последний тест. Что ты делаешь? Что ты делаешь, Егор? Как тебе не стыдно? Ты же грабишь человека. Тише. Нельзя будить лунатиков. Да. Действительно, видно, что лунатик. Да. Как жаль, такая трагическая судьба. Почему трагическая? Он сейчас покрутится, покрутится и уйдет к себе. Да нет, ты что? Я читал, у них же это, статистика хреновая. Каждый второй лунатик выпадает с балкона. С какого балкона? В основном с седьмого этажа. Ой, у нас же седьмой этаж. Да. Да надо же, как совпало. Лунатики что, обделываются во сне? Я не знаю. Так ты не лунатик, ты ну резник. Ты смотри, все в человеке прям в одно слепилось. Ну что ж, не будем, как говорится, портить статистику. Правильно? Не надо, Егор, мой сон, не надо. Это не то, да, у нас балкончик, все, да. Не да, да. Не да, да. Что ж, Егорочка? Да, да. Тихо! Главное, не разбудите инуретника, лунатика, перед тем, как он шмякнется мордой об асфальт. Не да, да. Что значит, не надо? Да, да, да. На троих Яночка, а сколько лет ты работаешь в банке? Около года. А это твое первое место работы? Да, а что? Ничего, просто пытаюсь понять, как тебя без опыта работы взяли к нам в банк. Понимаешь, Викочка, у меня определенные договоренности с директором. У меня, так сказать, в определенных делах опыта побольше. А, понятно. Теперь ясно, почему именно тебя назначили начальником отделения, а не меня. Викочка, опыт всего лишь опыт. И пойди мне кофе сделай быстренько. А, остановитесь. Что? Нет, берегитесь. Мужчина, что вы хотите? А, это, вернее, всем стоять, вот, всем стоять. Это же, это же это. Ограбление, да? Да, да. Спасибо вам огромное. Ограбление это, да. А ну быстро, быстро все деньги в сумку, быстро. Мужчина, пожалуйста, не стреляйте, я слишком молода. Яна, подожди, скажите, пожалуйста, а вам в какой валюте? Ну, гривны, доллар, евро. В какой валюте? А в какой обычно берут? Придурки в гривнах. Ну давайте, все, что есть, давайте, быстро. Подождите, не торопитесь. Объясните, вам мелкими купюрами или крупными? В разброс или по порядку? Викочка, Викочка, что ты делаешь? Быстро отдай ему то, что он хочет. Так я не пойму, что он хочет. Что вы хотите? Я хочу ограбить банк. Вот, а я пытаюсь понять. Вы хотите взять деньгами или золотом, или ценными бумагами? Как у вас все сложно. Ну, а как вы думали, что грабить банк это простое дело? Тут нужна подготовка. Да я просто в первый раз, понимаете? А, у вас нет опыта? Да. Подождите. Я вам сейчас все объясню и покажу. Тихо, тихо, тихо. Давайте сюда. И дайте свою шапочку. Я вам покажу на собственном примере. Смотрите. Показываю один раз. Запоминайте. Всем стоять на ограбление! Ты, Белобрысая, вышла сюда! Быстро своей силиконовой мордой в пол уперлась! А ты, на, принеси мне денег, только крупные купюры, и попробуй вызвать полицию. Я тебе мозги все расшибу! Илана, Илана, где деньги? Где лежат? Где? Ну что, запомнили? Ой, у вас так здорово это получается! Ну, знаете ли, опыт. Я уже 10 лет в банке работаю. Грабить людей, это, можно сказать, мое второе я. Спасибо вам огромное. Да не за что. Вы, главное, поувереннее себя ведите. А лучше вообще, выучите текст заранее и приходите грабить. Хорошо. Спасибо вам еще раз. Да не за что. Всего доброго. Приходите. Ага. До встречи. Ника! Что это было? Это, Яночка, опыт. В определенных делах нужен опыт. Так что, принеси мне кофе быстрее. Смотрим печень. Печень в норме. Значит, это не печень? Не печень. Давайте посмотрим почки. Почки в норме. Значит, не почки. Не почки. А может, желудок? Давайте посмотрим желудок. Хотя, когда желудок, обычно так... Да? Ну, все равно уже смотрим. Фу. Не желудок. Не желудок. Утюг! Аппендицит! А, а он справа-слева? Справа. Справа. Не похоже. Чего? Ну, если аппендицита нет, он же не может беспокоить. А, вот и шов, да. Так, все. Сдаетесь? Сдаюсь. А может, желчный? Ой, надоело. Ну, тогда я звоню. Звоните. Ой, подержите, пожалуйста. Алло, Виктор Сергеевич. Здравствуйте. Простите, что я вас во время отпуска беспокою. Вы бы не могли к нам приехать. Очень надо. Очень надо. Мы без вас, как без рук. Без анализов невозможно понять, что тут, где. А УЗИст он тоже в отпуске. Все в отпуске. Даже хирург. Остались только вот стоматолог и я. Ага, ждем. Он сказал, как только, так и приедет. Вот. По-моему, закончилось действие наркоза. Ну, что, Сидоров, мы сделали все, как вы просили. Максимально быстро. Но, видимо, лучше по классике. Анализы, УЗИ, только потом операция. А что, он сам виноват? Быстрее, быстрее. Болит, болит. Правильно. Вот только вот, знаете, вот тут, конечно, все интереснее, чем в книгах. Да? Красочнее. Я вот только разобрал, а вот собрать и сшить как-то... Ну, давайте я. Я умею крестиком вышивать. Я всегда верил, что вы не просто уборщица. А шо, я и крови не боюсь. Я раньше в мясном убирала. Давайте иголочку. Так, иголочка. Иголочка – это как иголочка? Старший инспектор ДПС, лейтенант Петр Риккин. Ой. Уважаемый, а шо ж вы так несетесь, а? Там же знак 50, а вы едете 120. Прости, командир, я это... Люди просто уже ждут родственники, а я в пробке стоял. Опаздываю. Так, давайте ваши документы, страховку. Все, давайте. Какие документы? Да какая страховка? Яка? Будем сейчас машину на угон пробивать. Вы в своем уме? Ну, кто будет угонять катафалк? А, це катафалк? Тюй, я думаю, шо це за универсал такий длинный? И шо вы зете? Ну, а вы подумайте. Представьте. Я, конечно, представляю тещу, но там по-любому не вона. Я бы знал. В мене-то ка теща зверю. А, знаете, я бы с большим удовольствием с вами еще поболтал, но правда опаздываю. Может быть, как-нибудь договоримся, а? Та не, воно, конечно, можно было договориться. Ну, у нас же цей, месячник чистые руки, понимаешь? Ничего не берем. Сами тут уже на сухарях сидим. Ше тиждень мучаться. Я аккуратненько вам в карманчик двусоточку суну и... Ты шо? Нас после смены даже в трусы заглядают. В документы. Да какие документы, я ж тебе кажу. Нельзя сейчас. Слушайте, давайте я ровно через неделю приеду и это расплатим. Да сейчас. Нема дурных. Был тут уже один такой. Уже два месяца его чекаем. Шипачку сигарет в залог оставил. Так, короче. Давай проверять все по полной программе. Аптечка у вас есть? Нахрена мне тут аптечка. Ну, як нахрена, я не знаю. Может, пассажиру вашему погано станет. Так, давление в шинах, яке у вас? Так, давление в шинах проверили? В норме, хорошо. Выхлоп ЦО нормальный? Нормальный. Нормальный. А, тонировка стекла в процентном отношении. В норме. В норме, хорошо. Ёмень, а документы у вас на груз есть? А? Что? Ну, документы. Кого? Куда? Чого? Ну, путевой лист треба. Сейчас, я тебе дам путевой лист. Ага. У тебя совесть есть? Я с тобой уже здесь два часа торчу. А ничего страшного, подождут. Так. Шо ж, огнетушитель проверили. Шо? Мужик, реально спешим. Ты б нас отпустил. Потом как-нибудь сочтемся. Вот. Слава тебе, боженька. Есть все-таки справедливость в этом мире. Я сейчас его отвезу, а потом за тобой вернусь. Путевой лист. На троих. Музик. Музик. Музик.